И вот, ребяшки, посмотрите, где я нахожусь, это у нас Адоптми, я так давно не была в нем, то что уже забыла, твиттер-аккаунт разработчиков, но быстро его нашла, потому что твиттер прям сильно не отличается от названия игры. И вот, посмотрите, я зашла, и первое, что мне бросает в глаза, это, конечно же, Додо, я его уже вижу, и мне не терпится, конечно же, посмотреть, сейчас будем спускаться и смотреть новости, которые я пропустила, потому что, ребята, просто у нас у всех на устах был Оверлуп Бэй, какие там будут пэтики, какая там будет система, какая графика, все это было очень классно, но на деле, ребята, Мы получили большое количество багов, но, как бы, другого не стоило ожидать, это игра бета, мы сами просили, чтобы ее быстрее выпустили, нам ее выпустили, а теперь мы жалуемся на баги, в целом их всех исправят, и в конце мы получим классный готовый продукт, возможно, возможно, который сможет даже подвигаться, конечно же, с нашей Адоптми, и будет, возможно, даже интереснее, будем с вами устраивать какие-нибудь сходочки, конкурсы и все подобное, Роди, кстати, результаты конкурсов будут в конце видео, посмотрите обязательно, кто же там выиграл. И, ребяточки, смотрите, что, давайте начнем листать новости с вами, вот здесь вот у нас такая вот жабка катается, и смотрите, ребята, у нас новая одежда для пэтов, а именно, вот такие вот бейджики, или что это, пины какие-то, похоже, это какие-то брелочки, или я даже не знаю, как это назвать, заколочки для наших пэтиков, то есть, мы сможем вот такие вот бесплатно абсолютно получить штучки и одевать их. Блин, это реально классно, ребята, что-то бесплатно нам добавят в Адоптми, а когда нам что-то бесплатно добавляют, это, конечно же, праздник, потому что мы, ребят, с вами все любим халяву, и когда нам что-то бесплатно отдают, это тоже очень классно. И, смотрите, эта одежда у нас появится завтра, и во сколько, давайте я сейчас вам переведу время, и, конечно же, скажу во сколько. И, ребятушки, наши вот такие вот пины появятся в 19.00 по московскому времени, конечно же, в пятницу, то есть, завтра в 19.00 просто залетайте в игру и забирайте вот такие вот классные штучки, даже не знаю, для чего они нужны, но, скорее всего, для того, чтобы разукрашивать наших пэтиков, делать их красивее, и, конечно же, мы будем трейдиться дороже, люди будут смотреть и думать, вот это да, какой красивый пэт, надо с ним затрейдиться. Так что, ребятки, не теряйте возможности, заходите, и, конечно же, берите такие вот такие вот пины. И вот, ребята, следующая новость, здесь у нас вот такая вот куала, которая замерзла, и одела вот такой вот капюшончик с шарфиком, это очень мило, ребятки, поэтому она прыгает, наверное, для того, чтобы согреться. И, смотрите, вот здесь вот иногда бывает куале холодно на нашем острове, и поэтому скоро у нас вот такая вот одежда классная придет в нашу адоптни. И вот он, ребята, Додо Петтик, самый долгожданный пэт для меня, я его очень долго ждала, чтобы увидеть, и, конечно же, я очень рада. Смотрите, какой же он реально красивый, и я настолько замоталась с оверлупой, то, что просто проспала этого петтика, и не посмотрела, как же он будет выглядеть. И вообще, вот смотрите, какая у него прикольная анимация, и смотрите, он реально похож на пеликана. Возможно, пеликан это новое поколение Додо, ребятки, а, возможно, нет. И вот такая вот новость, классная Додо, у нас будет одной из части вот такого вот нового яйца предстоящего. А предстоящее яйцо, как вы знаете, это яйцо динозавров. И как вы думаете, какое же яйцо динозавров будет лучше, в оверлупой или в адоптни? И если ты за адоптни, то, конечно же, пиши адоптни в комментариях. Если за оверлупой, то тоже пиши оверлупой в комментариях. Посмотрим, кого же больше, любителей оверлупы или адоптни, и каких же вы петов хотите больше. Смотрите, ребятки, тут у нас ниже есть вот такая вот панночка. И у нас скоро будет обновление одежды для петов, возможно. Я проспала, и оно уже у нас есть. Я, честно говоря, реально, ребята, не знаю, 26 июля этот пост был опубликован, возможно, уже эту одежду добавили. Смотрите, здесь вот такие вот серьги у нас на петьки. То есть мы сможем одевать разные сережечки, и наши петьки будут выглядеть реально еще круче. Смотрите, сережечка в форме луны и в форме вот такого вот солнышка. Это реально очень классное дополнение к нашим петикам. И наши петы будут очень классно смотреться, еще если добавить вон те вон классные бесплатные булавки. И еще какую-нибудь одежду, например, вон то вон теплое одеяние, то будет вообще классненький у нас петик. Так что, ребятки, мы с вами это все, конечно же, ждем. И смотрите, ребятки, пэтшоп, который у нас все, скидочки у нас закончились. В пэтшопе все стоит точно так же, как и стоило раньше. Китсуна теперь стоит 600, не 300, и поэтому чуть-чуть она подорожала. Но в то же время она есть почти у всех, поэтому она точно так же обесценена. Я думаю, что она примерно такая же, как и Грифон. Поэтому много за нее просить, думаю, не стоит. Если она у нас, конечно, не мега неоновая, за неоновую тоже, наверное, будут давать побольше, чем за неонового Грифона. И давайте, ребятшки, мы перейдем с вами в Адопми и посмотрим, конечно же, что же там у нас нового. Я так давно не была в Адопми, что просто очень сильно заскучала. И прям очень хочется мне, конечно же, посмотреть на обновление и на одежду наших петиков. И вот, ребятки, я только зашла в Адопми, у меня еще не успело ничего абсолютно прогрузиться. Смотрите, все у нас вот такое вот голое, ничего абсолютно нету. И мне уже кидает трейд моя подписчица, она мне хочет сделать подарок. Это та же самая подписчица, которая делала подарок в прошлый раз. И давайте мы примем трейд, но я не могу увидеть, что же она мне дает. Флайрайт, смотрите, она мне дает каких-то пэтов, флайрайдовского пэта. И флайрского пэта, это у нас, скорее всего, олень. А вот это флайрайт, я даже не знаю кто. Сейчас мы с вами посмотрим, кто же это интересно у нас. Вау, ребята, она мне дает вот такие вот классные вещи. У меня все прогрузилось, я наконец-то вижу. Флайрайт-мышка, флай-олень, вот такой вот ховерборд. И, конечно же, вот такая вот штучка, которой можно цепляться. И, если честно, ребята, мне так не хочется брать у нее подарки. Потому что, блин, ребят, просто представьте, я должна дарить вам подарки, а не вы мне. И это немножечко будет нечестно. Поэтому я даже не знаю, что ей подарить, а у меня ничего нет в инвентаре, чтобы что-то классное ей подарить. Давайте ей подарим вот такие вот крылышки. И, наверное, какую-нибудь интересную штучку. Например, вот такую вот лимонадную стойку. Не знаю, равноценен ли этот трейд, но просто мне, ребята, больше нечего подарить. Это реально печально. И, ребят, я принимаю трейд. Извини, конечно, я просто больше не могу подарить тебе круче подарков, потому что у меня ничего нету. Я очень долго не играла в адопт, не отдавала вещи Софи, какие-то отдавала моему другу. И, блин, у меня пропали все вещи, у меня сейчас вообще ничего нету. Но зато у нее теперь есть вот такие вот классные крылышки, которые сейчас вроде как не достать. И, смотрите, ребята, она радуется. Я тоже рада, что подарила ей такой подарок. И ее... Что, ребята? Посмотрите, он трогает меня. Ее ленивец меня трогает, ребята. Он тоже рад, похоже. Она спрашивает, про что будет видео. И вот, ребятушки, мы с вами идем в самое интересное место. На мне сидит моя подписчица Скелетик. И, ребятушки, мы заходим сюда и сейчас будем с вами смотреть, что же у нас добавили в нашем магазинчике одежды. И почему-то вот он. Да, ребятки, смотрите, какие классные вещи у нас добавили. Во-первых, я вижу вот этот вот классный бейдж. Что это, ребята? О, что там? Ребята, о, вау, оранжевая книга. Серьезно? Это темный лунный том. Ребятки, у меня такого еще не было. Чтобы вы понимали, у меня есть вот такой вот лунный том. И вот такого темного у меня, конечно же, нету. Сколько он стоит? Это у нас солнечный том. Он стоит у нас 1500. Я его, конечно же, себе покупаю. Потому что это классная одежда, ребятушки. Вот такая вот классненькая штучка. Привет, привет тебе. И, ребятушки, давайте с вами купим, конечно же, вот такой вот бейджик. Смотрите, какой же он классный. Да, это реально бейджик, ребята. Мы его покупаем. И у нас остается меньше денег. 760. Давайте мы его еще один купим. И подарим нашей подписчице, которая сейчас сидит у меня на шее. И чтобы она, конечно же, не грустила. И чтобы трейд был более-менее равноценный. Давайте ей сейчас подарим. Вот мне еще кто-то кидает трейдик, ребятки. И мы ей дарим вот такой бейджик. Да. И вот, ребятки, вот такие вот классные подарки мне подарила моя подписчица. Еще одна. Смотрите, она мне подарила такую редпанду. И вот такую вот дулку, из которой доносятся такие вот странные звуки, ребята. Спасибо тебе большое. Смотрите, редпанду вот такую мне подарили. Подарили их тоже мне ее подарил. Кому я должна дать Петтика? Вот ей давайте тоже подарим что-нибудь прикольное. За то, что она нам подарила такие прикольные вещи. Давайте мы ей, конечно же, подарим. Что же я могу подарить? Давайте подумаем. У меня что-то вещей совсем мало, ребятки. Я даже не знаю, что дарить-то можно. Давайте ей, во-первых, подарим. Я, честно говоря, не знаю, ребята. Честно. Давайте ей что-нибудь подарим. Что же ей подарить? Давайте подарим ей неоновую кошечку, чтобы она не грустила. И, ребятушки, всё, я ей отдала свою неоновую кошечку, это у нас был талисман канала, но теперь он у моей подписчицы, пусть ходит и не грустит больше, в целом теперь у неё есть прикольный пэт, и смотрите, мне что-то подарили, ребята, зачем, я хочу вас спросить, вы дарите мне слишком много подарков, смотрите, мне дали вот такую вот штуку, мне просто очень много вещей дают, спасибо вам большое всем, ребята, просто вместо того, чтобы снимать отновления, я играю со своими подписчицами, посмотрите, сколько много. И давайте, ребятушки, мои подписчицы дадим пингвинчика, пусть радуются то, что у неё теперь есть пингвин, вот ей такой вот подарочек, и смотрите, сколько, ребята, людей пришло меня поддержать, спасибо вам всем большое, и вот такое вот у нас сегодня насыщенное видео получилось, мы встретили подписчиков, конечно же, посмотрели с вами новости, купили новые вещи и подарили пэтиков, и, конечно же, мне тоже подарили классных пэтов, спасибо большое, ребята, хватит дарить мне подарки, мне, честно говоря, я очень смущаюсь, всё, не хочу, чтобы вы мне дарили подарки, я хочу дарить вам подарки, а не вы мне. И вот, сначала, долгожданные результаты конкурса, вот они, наконец-то, пришли, я немножечко забеглась с видео, потому что вышел Оверлук Бэй, я старалась не пропускать видео, делать их по три в день, и немножечко забеглась и забыла про конкурсы, и поэтому надо исправляться, сегодня результаты сразу двух конкурсов. И, ребят, если вы рады, то обязательно ставьте лайк. Сейчас мы с вами непосредственно перейдём, конечно же, в нашу программу и определим рандомного победителя, так что оставайтесь с нами. И вот, ребята, я уже вставила ссылку, осталось только нажать на кнопку старта, крутится наш рулет, как тоже у нас сегодня, ребята, выигрывает, а у нас в конкурсе выигрывает бабка шоу. Что? Я не могу выиграть у себя в конкурсе, выбираем другого победителя. Ребята, я сделала перевыбор, и у нас сегодня побеждает Татьяна Робс, поздравим её, конечно же, в комментариях, и сейчас будем выбирать второго победителя. Ник твой у меня есть, я тебе кину заявочку в Роблоксе, и, конечно же, вступишь ко мне в группу, я тебе отдам робуксы. И, ребятки, следующий победитель нашего конкурса, я напомню, что это у нас 25 робуксов, кто же нас выиграет? Амина Плей. И, ребятушки, я тебя поздравляю, Амина, у меня есть твой ник, я тебе тоже кину заявочку, и, конечно же, заберёшь свои 25 робуксов, я тебя поздравляю. Субтитры создавал DimaTorzok